Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка. Глава 6, стихи с 7 по 13. Послушаем это Евангелие на церковнославянском языке. Глава 6, стихи с 8 по 13. Глава 7, стихи с 8 по 13. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. И призвав двенадцать, начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников. Зная, что от апостолов будут требовать знамений, как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им власть над нечистыми духами. И заповедал Господь ученикам, ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Блаженный Феофилакт пишет, «Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют». Таким образом, Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые трудятся, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд. И, конечно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе, ради веренного им служения, были лишены необходимого для жизни. «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места», так наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отресите прах от ног ваших во свидетельство на них». Ученикам же велено было вести себя так, как вел бы себя раввин по возвращении из языческой страны. Борис Ильич Гладков поясняет, «Евреи боялись оскверниться от общения с язычниками и думали, что нечиста даже земля, по которой язычники ходят, поэтому они считали необходимым отресать прах языческой земли от ног своих, чтобы очиститься от осквернения». А Иисус Христос, посылая апостолов только к евреям, давая им совет поступать с непринявшими их евреями так, как евреи обыкновенно поступают только с язычниками, тем самым высказался, что такие евреи хуже язычников, что отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто услышал благовестие. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов и еще при своей земной жизни отправил их на проповедь Царствия Божьей. Ученики же пошли и проповедовали покаяние. Апостолы пока проповедовали только покаяние, как условия для вступления в Царство Божие, а о самом Царстве Божьем еще не возвещали. Епископ Михаил Лузин замечает, вступив в открытое служение человечеству, Господь сам начал свою проповедь о покаянии, а апостолы его начали с того же, так как покаяние должно было предшествовать или начинать вступление в Царство Мессии, и потому требовалось слово о нем прежде всякого другого слова. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и наделил других властью совершать их, а потому апостолы изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Александр Павлович Лопухин указывает, употребляя масло, апостолы, так сказать, располагали больных к вере в то, что они могут им помочь, а потом уже совершали исцеление. Конечно, тогда, когда на это была воля промысла. Этот обычай и впоследствии существовал в Церкви, и отсюда же идет употребление елея при таинстве, еле освящения или помазания. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровение, переданное апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие, являя своей жизнью пример твердой веры и делясь с ближними радостью благовестия. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...